Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мне грешен. Мы озвучиваем, насчитываем Новый Завет. Вот трехтомник у нас вышел, это наше издание. С толкованием блаженного фофилакта и комментариями. Ну, чтобы увидеть, вот как можно даже сбоку глянуть, как выглядит. Каждый том, 752 страницы. 240 картин. Это картины Геуста Вадаре, иллюстрации. Вот он. Как во весь лист. Подписали, много времени ушло, но того стоило. Итак, поехали. Номер 24. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30-31 стих. Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Толкование блаженного фофилакта. Ибо евангелист прибавляет, сотворил перед учениками своими. Чудеса же до страданий Господь творил не перед учениками, а перед всеми. Посему евангелист говорит теперь о тех чудесах, которые совершены Господом по воскресенье. Ибо обращаясь с одними только учениками в течение сорока дней, он представлял доказательство воскресения. Как до страданий он творил чудеса в подтверждении, что он Сын Божий. Так по воскресенью он совершал чудеса перед учениками в подтверждении, что он Сын Человеческий. То есть носит тело, хотя нетленное и боговиднейшее, и уже не подлежащее законам плотским. Итак, из многих чудес, совершенных по воскресенье, записаны одни только эти. И то не из хвастовства, или для приложения славы и ненародному. Но говорит для того, дабы вы уверовали. И какая польза и к кому относится? Не ко Христу. Ибо какая польза Ему от нашей веры? Но нам самим служит. Ибо веруя, что Он воскрес и жив, мы приготовляем сами себе жизнь. Ибо Он воскрес и жив для нас. А кто думает, что Он мертв, а не воскрес и не жив, то Он сам себе присуждает и утверждает смерть и погибель. Иоанна 21, с 1 по 8 стих. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тиверидиадском. И явился же так. Были вместе Симон, Петр и Фома, называемый Близнец. И Нафаниил из Кана Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли, тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правой стороне лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли. Лодки около двухсот. Тащась сеть с рыбою. Толкование. Словами Иисус явился, евангелист выражает ту мысль, что если бы он не захотел и по нисхождению не явил сам себя, то при нетленном теле и не был бы видим. Для чего он упомянул о месте море Тивериадском? Для того, чтобы показать, что они не боялись уже иудеев так, как прежде, но большой страх отвергли. Они уже не сидели запершись, но выходили из дома, на что прежде не осмеливались и ходили повсюду. Так что дошли и до Тивериады, которые не на малом расстоянии от Иерусалима. Это море в Галилее. Ученики ловили рыбу, ибо не имели чем бы другим заняться. Сам Иисус не постоянно находился с ними, дух еще не был им дарован. И учительство не было им поручено окончательно, посему они и принялись за свое прежнее ремесло. Петр, будучи весьма деятельен, не может оставаться в праздности, но с горячностью стремится к делу. А прочие следуют за ним, потому что они уже не разлучались друг от друга. Явившись к ним, когда они трудились и утомились, он не тотчас обнаружит себя, а сначала хочет вступить в разговор с ними. Как бы желая купить у них что-нибудь, спрашивает, дети, нет ли у вас чего-нибудь стесного? Когда же они отозвались, что нет, и по его приказанию, закинув сеть по правую сторону лодки, получили улов. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Здесь мы опять находим указания особенностей в учениках. Иоанн был проницательнее, а Петр пламеннее. Поэтому Иоанн первый узнал Господа, а Петр первый поспешил к нему. Опоясывавшись себя, Петр выразил почтение к Иисусу, а бросившись в море, выказал свою любовь. Ибо он не удержался, как прочие, но пустился в плавь, хотя они были от берега на расстоянии около двухсот локтей. Так как Петр, занимаясь ловлей, был наг, то он опоясывался одеждой из уважения, ибо это означает опоясание. И первый спешит к Господу. Событие настоящее немалое, но важное, потому что и много рыбы поймано, потом и сеть не порвалась. Иоанна 21, с 9 по 14 стих. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, и на нем лежащую рыбу, и хлеб. И Иисус говорит им, принесите рыбы, которые вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три. И при таком множестве не прорвалась сеть. И Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. И Иисус приходит, берет хлеб и дает им, так же и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресенье своим из мертвых. Толкование. Угли, рыба и хлеб, которые видят теперь ученики, составляет так же чудо. Ибо он столько человек напитал ими не из готового вещества, как прежде, в пустыне, пятью хлебами. И Иоанна, 6 глава, 9 по 12. И двумя рыбами, но просто из ничего. Видя, что образ его изменился и исполнил поразительное величие, они сильно изумлялись. Желали бы, по крайней мере, об этом спросить, но страх в сознании, что это был не иной кто, а именно он, удерживали их от вопроса, и они лишь вкушали то, что он для них сотворил. Как же сотворил? С полной властью. Ибо он уже не взирает на небо и не призывает отца, ибо это делалось тогда из нисхождения. Повелевает принести рыбы, ими пойманным для того, чтобы показать, что, видимо, ими не было призраком. Здесь не говорится, чтобы он ел с ними, а Лука говорит, что он вместе и ел. Лука 24, глава 30, 43 стих. Как он ел, мы не можем объяснить, ибо это происходило необыкновенным образом. Не потому, чтобы природа его нуждала в сияствах, но это было делом снисхождения для доказательства воскресения. Евангелист говорит, это уже в третий раз явился. Исим показывает, что он обращался с ними непостоянно и не так, как прежде. Понимая это, пожалуй, и в созерцательном смысле. Когда преобладала тьма и долослужение, тогда была ночь. Пророки, трудившиеся тогда до явления Христа, солнца, не поймали ничего. Хотя они, по-видимому, имели в своем неводе один народ израильский. Но как и он часто впадал в долослужение, то, можно сказать, они ничего не поймали. Когда же воссеяло утро, солнце правдой и распростерта сеть апостольская, учение поистине правое, в сравнении с которым закон и пророки представляются левую стороной, тогда не вот этот вытаскивается, и ко Христу приводятся не одни язычники, но и израильтяне. Ибо когда войдет полнота язычников, тогда израиль спасется. Римлянам 11.25.26 Повеление «Придите, обедайте» служит намеком на то, что святые после трудов своих получают успокоение, довольство и наслаждение. Ибо все, что тогда не совершалось, не говорилось, исполнено таинственности. Например, то, что Мария почла его за садовника, по-видимому, просто, но всем есть и нечто сокровенное. Ибо он действительно был истинный делатель сада, в саду гроба, как бы в раю, исправляющий женский род и обрастившую первого садовника, Адама, обращающий от обмана и неверия. Ибо обращение Марии и учение Воскресения указывает на то, что женский род обращается и возводится к совершенству. Иоанна 21.15-19. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон и Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси ангцев моих». Еще говорит ему в другой раз, «Симон и Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз, «Симон и Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих, истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то простешь руки твои, и другой припояшет тебя, и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. Толкование. Так как обет имел у него цель, то он вручает Петру попечение об овце всей вселенной. Вручает попечение не иному кому, а ему. Во-первых, потому что он был избранным и всех, и был устами всего лика апостолов. Потом, для того, дабы показать, что он должен иметь дерзновение, так как отречение его заглажено. Об отречении не воспоминает, не порицает за онное, а говорит, если любишь меня, позаботься о братьях, и докажи теперь ту горячую любовь ко мне, о которой ты говорил, что готов и умереть за меня. Трежды спрашивает его частью для того, чтобы показать, что он столько заботится о верующих, и столько любит своих овец, что попечение об овцах его служит признаком любви к нему самому. Частью, троекратным вопрошением и исповеданием вручает троекратное отречение и словами исправляет падение, бывшее на словах. От серии произошел обычай, от желающих креститься требовать троекратное исповедание. После первого и второго вопроса Петр призывает свидетель его самого, знающего сердца. Он уже не надеется сам на себя, не отвечает с поспешностью, но всякий раз прибавляет, ты знаешь. Когда же Петр был спрошен и в третий раз, то он смутился, не ошибочно ли он думает о себе, что любит тогда как, быть может, на деле не любит, потому что и прежде он много думал о себе и крепости своей, однако же последствия опровергли его. И теперь он боялся того же, потому и отвечает с благодарением. Господи, ты все знаешь, и настоящее, и будущее. Ты знаешь, что ныне я люблю тебя, как мне кажется, но пребудет ли моя любовь на последующее время, это ты знаешь, а я не стою сам за себя. Господь сказал Петру о любви к себе. Не стою, не стою. Предсказывай ему и о мучении, которое он претерпит. Говорит это с тем, чтобы показать, что если он спрашивает его о любви, то спрашивает не по недоверию к нему, но по уверенности, что он любит, ибо как не любит тот, который будет и замучен за него. Спрашивал для того, чтобы более обнаружить любовь самого Петра, и всех прочих научить, что если мы желаем любить его, то должны доказать любовь к нему по печеньям о братьях. Как же предвещает ему мученичество? Слушай, когда ты был молод, то припоясывался сам и прочее. Так как, говорит, ты любишь меня и не раз обещался в опасностях за меня положить душу свою, то будь спокоен. Я исполню твое желание. Так что, чего ты не потерпел в молодости, то потерпи в старости. Напоминает ему о прежней жизни, дабы показать, что духовность с плотским находится в обратном отношении. В житейских делах полезен молодой, а состарившийся бесполезен. В духовных делах, напротив, подвиг блистательней тогда, когда наступает старость. Говорит это с целью возбудить его любовь и воспламение к мученичеству. Намекает ему и на то, что и он будет распят. Ибо слова «простешь руки твои, и другой припояшет» указывают не на иное что, как на протертие на кресте и на узы. Словами «когда ты был молод» и опять «а когда состаришься» показывают, что Петр тогда был не молод, не стар, а совершенный муж. Для чего Господь сказал ему, что другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь? Хотя Петр желал мученичества и желал его пламенно, но слова Господа указывают на сочувствие нашего естества к жизни и на то, что душа неохотно разлучается с телом. Ибо Бог так устроил, и устроил на пользу, чтобы мы не убивали сами себя. Посему-то никто, хотя бы и свят был, не отлагая тело бесстрастно. Евангелист по обычаю своему в объяснении слов присовокупляет. Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. Иисус говорит, сказал Петру, простешь руки твои и прочее, давая разуметь, что он потерпит за него мучения. Смерть Петрова называют славой Божией, потому что страдания за него до смерти поистине есть слава Божия. Ибо если душа не убеждена вполне, что он есть истинный Бог, то человек и не умрет за него. А посему смерть святых есть подтверждение славы Божией. Иной может быть будет находить различия между названиями ангцы и овцы, между словами питать и паси. Под ангцами может быть, разумеется, начинающие, а под овцами более совершенные. Итак, кто любит Христа, тот должен иметь попечение о овцах. Должен питать ангцев, то есть иметь над ними надзор более простой, и пасти овец, что указывает на высшее руководство. Иногда, впрочем, посовершеннейшее нуждается в нежном попечении, и приставники овец должны кормить их. Пасти выражает надзор более строгий, а питать более нежный. Что же мы воздадим Господу, который так возлюбил нас, что признаком любви к себе поставил попечение об его овцах? Иоанн 21, 20-23 стих. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди, его сказал, «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а Он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы Он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы Он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Толкование. «Господь вручил Петру попечение всех верующих. Ибо если Яков и получил престол в Иерусалиме, то Петр во всей вселенной. После всего Господь говорит ему, «Иди за мною», показывая попечение о нем и свое великое расположение к нему. Подследованием разумеет здесь и исполнительность во всех делах и словах. Ибо те следуют за ним, которые идут по следам его жизни и подражают его исправности во всем. Может быть, повелевать Петру и чувственно следовать за собою, являя, как я сказал, свое особенное расположение к нему. Ибо мы делаем последовательность своими тех, которые близки к нам. Когда Петр услышал это и удостоился того, что и вселенная будет вручена, и что он уменьшается мученичеством, то по сильной любви к Иоанну спрашивают и о нем, а он что? Не пойдет ли и он тем же путем, который и мы? Не будет ли и он общником и о попечении об овцах и заботе о них? Ибо слова «иди за мною» почти тоже значат, что вступай, принимай овец, выступай во вселенную. Зная, что Петр заботится об Иоанне и не желает разлучиться с ним, Господь, чтобы прекратить неблаговременный их союз и привязанность друг к другу, говорит, «Тебе поручено дело, совершай его и следуй за мною. Когда я вывожу тебя на проповедь, вручаю тебе всю вселенную. Если же я хочу, чтобы он оставался здесь, в окрестностях Галилеи, и не хочу послать вместе с тобой, что тебе до того?» Слова «пока приду» некоторые понимали так, «пока я не приду на распявших меня иудеев, чтобы наказать их посредством римлян и разрушить город их». Ибо говорят, что апостол Сейян почти до правления Веспасиана находился на горных местах, проповедовал и пребывал там, а перед взятием Иерусалима удалился оттуда. Итак, так как им вручалось великое дело, проповедь, им уже не следовало быть вместе с друг другом, но раздельно пойти одному к тем, другому к другим. Для чего Евангелист упоминает о том, что он преклонялся к груди и спрашивал, «Кто предаст тебя?» не просто и не случайно, но чтобы показать, что Петр и после отречения своего имел дерзновение пред Господом. Ибо тот, кто прежде креста не смел спросить о предателе, но поручал вопрос другому, именно Яну, тому теперь вручает в попечение всех. И он не только вопрос о самом себе не поручает другому, но и о том самом ученике, который, пользовался особенной перед всеми любовью, спрашивает Господа и становится как бы ходатаем перед ним. Подивись, пожалуй, скромности Евангелиста, с какой он исправляет ошибочное понимание многих, которые не уразумели сказанное о нем Господом, но подумали, что он не умрет. Этого не было. Господь сказал не то, что он не умрет, но что он не будет проповедовать в одно время с Петром, а останется после него. Пока приду, то есть пока я не захочу вывезти его на проповедь. Тебя я ныне вывожу на попечение вселенной, и ты следуй за мною, а он пусть останется здесь, пока я опять приду и выведу и его, как тебя. Некоторые же так понимают. Петр, услышав, что он умрет за Христа, сказал, что же Иоанн, не умрет ли и он? Христос не отверг этого, ибо вся, кто родился, тот и умрет, а сказал, если я хочу, чтобы он прибыл, то есть жил до кончины мира, и тогда садился очень мучеником за меня. Отсели говорят, что он жив, а будет умершлен антихристом, когда вместе с Ильей станет проповедовать Христа. Если указывает гроб его, что до того, он вошел в него живой, а потом представлен, как Енох и Илья. Итак, евангелисты опровергают ложное мнение тех, кои подумали, что ученик си не умрет, а будет бессмертен. Ибо сущая ложь, чтобы человек был бессмертен. Хотя Енох и Илья не умирали, однако же они смертны. Так и он, хотя не умер, но умрет. Посему понимание слова не умрет в том смысле, что будет бессмертен, ложно. Иные утверждают, что он умер, а слова есть, я хочу, чтобы он прибыл, понимают так, как мы вышеизъяснили. Мы высказали всем мнение, чтобы для любопытных ни одно не было безызвестно. По нашему мнению, слова, чтобы он прибыл, пока придут. Лучше понимать не о жизни, а о разлуке с Петром, как понимал это достославный и златоуст Иоанн. Иоанна 21, 24, 25. Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, саму миру не вместить бы написанных книг. Аминь. Толкование. Из прочих евангелистов ни один не свидетельствовал сам о себе. Говорят, что он после всех приступил к написанию Евангелия, быв подвигнут и возбуждён к тому Христом. Потому-то он постоянно упоминает о любви его к себе, показывая причины, по которой приступил к написанию. И что Христос поручил это дело тому, которого он любил более прочих. И я знаю, что он говорит истину. То есть, что я написал, то написал с полной уверенностью, так как я был при всём, при делах и словах, при страданиях и обстоятельствах по воскресенье. Посему смело я о самом себе говорю, что я истинен и вызываю рассмотреть и исследовать каждое в отдельности событие. У нас, людей, когда мы совершенно уверены в истине, есть обыкновение не отказываться от собственного о том свидетельства. Так и апостолы говорили. Мы свидетели ему в том, что говорим, и дух, которому он дал повинующимся ему. Деяние 5.32. Откуда же видно, что я говорю истину, а не в угоду учителю? Из того уже, что я многое оставил, видно, что я не хотел угождать ему, ибо я выставил на вид всё укоризненное, не скрыв и того, что его называли беззаконником и обманщиком, и даже бесноватым. Очевидно, я не старался угодить ему, ибо кто льстит, тот поступает напротив, позорно опускает, а выставляет на вид достово плавное. Не удивляйся сказанному, что если бы писать книги о делах Иисуса, то не вместил бы их мир, но помыслы о неизреченной силе Бога слова и сказанной «Примись с верою», ибо как для нас легко говорить, так для него легко и даже гораздо легче творить что ему угодно. Некоторые же говорят, что это по обычаю писания сказано гиперболически, ибо у писания в обычае употреблять гиперболы. Например, мы видели города, достигающего до неба. Мы видели города. Мы видели города, достигающие до неба. Мы видели мужей и были перед нами как саранча. Числа 13-29-33-34 и тому подобное. В таком же десмысли и здесь сказано, что мир не мог бы вместить написанных книг. Иначе под миром разумеет человека мудрость своем мирское. Дела же божественные и таинственные совершенные Иисусом в мире невидимом и видимом и домостроительство последнего времени, которое исполнено тайн. Человек мирского не может понять по сказанным. Многое умею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Иоанна 16-12 Но будем молиться, чтобы дела и слова Господа никогда не приходили у нас за ввение, но чтобы нам всегда раскрывать сию книгу возлюбленного и изыскивать сокровища, заключающиеся в чудесах и учении Иисуса, чтобы нам, очистившись в слове и жизни, в день откровения удостоиться неизреченных дел и тайн, которые ныне, находясь в мире, мы не можем вместить и соделаться совершенными в самом Христе, возлюбивши нас, и через возлюбленного своего ученика, просветивши нас богословием и познанием Его, Сына и Отца и Святого Духа, которому славу во веки. Аминь. Комментарий. Комментарий Игнатия Лапкина. Точное количество книг, с которым человек вошел в 21 век, никто не знает. Бог будет судить нас только по одной книге, по Евангелию, Иоанна 12, 48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Если по этой книге мир будет судим, то ясно, что и жить сегодня нужно, сообразуясь с ней, этой книгой книг. Мы должны с любовью, страхом, с трепетом и без сомнения всегда раскрывать сию книгу. Все библиотеки мира уже приговорены Богом и превратятся в пепел. 2 Петра 3,10 Придет же день Господень как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Неповрежденной останется только одна книга, недосягаемая для огня, которая в последний раз будет пронесена над землею. Откровение 14,6 И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благоествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу. Все эти места откровения Духа Святого побуждают нас всегда раскрывать сию книгу. Все. Все. Дочитать надо. А что, дочитай. Что там дальше? Как необычно звучат эти слова сегодня. Если бы каждый священник неустанно повторял то фразу феофилакта, взятую этим святителем Златовуста, который в свою очередь позаимствовал ее апостола Павла, которому верил ее Христос. Заодно это изречение сказано болгарским архиепископом, которого он научает всегда раскрывать сию книгу. Он обессмертил свое имя как блаженный. Почему же православный архипастер и пастор не слышит этот его вопль? За одним богослужением они раскрывают десятки книг, тратят огромные средства на строительство храмов, на облачение, иконопись, хотя это все и нужно, но далеко позади после проповеди, но не употребляют никаких усилий, чтобы эти слова великого толкователя священного писания сделают для себя и для других путеводными. Он как бы заклинает заканчивая Евангелие, что всем нам следует всегда раскрывать сию книгу, всегда раскрывать сию книгу, всегда раскрывать сию книгу. Все, на этом конец. Отвечай здесь, скажи. Начинаем. КОНЕЦ